Малый и средний бизнес в Ульяновской области, связанный с легкой промышленностью, готов выпускать медицинские тканевые маски, наряду с основной продукцией. Потребность в средствах индивидуальной защиты в регионе ежемесячно составляет 2 миллиона единиц. С объявленной в мире пандемией спрос увеличился чуть ли не вдвое. И сегодня многие из вас уже переформатировали свои производства, нашли возможность производить так называемую социально значимую продукцию, необходимую, на которую сегодня есть громадный спрос. Только по одним маскам у нас миллион штук сегодня запросов, готовых под контракты, под живые деньги. Однако предстоящая нерабочая неделя в стране, объявленная таковой президентом, выбивает из колеи, признаются предприниматели. Длительные выходные в таком случае не дадут возможность производить ту самую социально значимую продукцию. У нас с одной стороны мы понимаем, что нужно ограничить контакт людей, с другой стороны у нас зарплата швеи, львиной долей, она сдельная. Соответственно, если люди уходят на длительные выходные, они, естественно, перестают просто зарабатывать деньги. Губернатор Леновской области Сергей Морозов от лица власти заявляет, что понимает бизнесменов, правительство попытается войти в положение. Однако, если крайние меры действительно необходимы, то на выходные закроют всех, без исключения. К тому же в Ульяновской области в связи с пандемией уже введены меры поддержки для предпринимателей. Это и моратория на контрольно-надзорную деятельность в отношении бизнеса и арендные каникулы. То есть отсрочка платежей за аренду помещений муниципальной собственности. Сюда также входит рассрочка по коммунальным счетам. Если мы понимаем, что туристические объемы снижаются и индустрия гостеприимства в этом отношении может понести определенные потери, то мы сейчас будем продумывать, каким образом освободить их от нагрузки. Например, это кредитные каникулы, налоговые каникулы. Глава региона уверен, несмотря на все, кризис дает новые возможности. Сложность ситуации в мире не помешает Ульяновской области осуществить голубые мечты. Речь идет о превращении региона в центр культуры, досуга и шоппинга, а также центр онлайн-продаж текстильных продуктов. У Ульяновской области есть уникальная возможность, если мы хотим быть богатыми и успешными, должна открыться потайная дверь. Она, эта дверь называется, креативная индустрия. Она, эта дверь называется, превращение в Ульяновской области, финансовый центр привозки федерального округа. К тому же регион заручился поддержкой Минпромторга в плане развития модной индустрии. Беспрецедентный случай в истории страны. Федеральное министерство поможет в том числе финансово объединить креативную индустрию и производители одежды. И совместно они создадут тот продукт, который станет маркой, региональным символом города. И здесь, в данном случае, я не говорю о том, что у нас будет какой-то мерч со словом «Волга» или «Ульяновск». Я говорю о том продукте, который будет интересен и жителю Дальнего Востока, и жителю Италии, и жителю Австралии. Не отменится и главное модное событие региона – Уллфэшнвик. Неделя мода запланирована на конец апреля. Правда, в связи с пандемией, показ впервые пройдет в диджитал-формате. Отсутствие зрителей в зале компенсируется зрелищными декорациями, звуковым и световым оформлением. Все это позволит добиться полного эффекта присутствия, пока ценители моды будут наблюдать за происходящим по ту сторону экрана. Рината Леулова, Данил Сурков, Новости Уллправди ТВ.